Ну и, пожалуй, давно не говорили о войне на востоке нашей страны так много высокопоставленных дипломатов и политиков, как на этой неделе. Судьба Донбасса стала одной из топовых тем в Нью-Йорке и на Генассамблее ООН, и во время встречи президентов Украины и США. Главный аспект, конечно, возможность отправки на Донбасс миротворческой миссии ООН. Удалось ли Петру Порошенко приблизить финальное и позитивное для нашей страны решение по миротворцам, знает Дмитрий Анопченко. Случилось. Украина официально обратилась к объединенным нациям с просьбой о миротворцах для Донбасса. Выступая на саммите за ВБЕЗ ООН, Петр Порошенко просит инициировать процесс создания миссии. Хотел бы подтвердить мой запрос развернуть миротворческую миссию на Донбассе. Необходимо двигаться вперед по этому пути. И чем быстрее, тем лучше. В то же время путь к эффективному миротворчеству и, возможно, урегулированию пролегает через безусловный вывод всех иностранных военных, наемников, их вооружения и оборудования из Украины. Но формальной просьбы мало. Ведь в Совбезе по-прежнему есть неприемлемый для Киева российский проект резолюции, на который, решись Москва выносить его на голосование, необходима вета от одного из постоянных членов Совбеза. И Украина такое заверение получила от Америки. Именно Штаты – один из доноров фонда миротворческих операций, откуда в будущем и должно идти финансирование украинской миссии. Американские дипломаты неформально признаются по множеству вопросов внешней политики. Кто бы что ни говорил, они ждут отмашки одного только человека. Ждут, пока выскажется лично президент, лично Дональд Трамп. А в украинском вопросе ему пока было все-таки немного не до того, учитывая ситуацию в Северной Корее. Вот почему на переговорах с хозяином Белого дома у украинской команды не было программы минимум или программы максимум, стояла четкая задача. Задача номер один – получить ответ от Трампа. И он прозвучал. Важная позиция, что Соединенные Штаты Америки полностью поддерживали пропозиции Украины. Мои пропозиции, которые были озвучены еще в 2015 году, что до размещения на сходе Украины, на оккупированной территории миротворцев с мандатом Ради безопасности Организации Объединенных Наций. Я подкреслю и наголошую украинскую позицию, которая предпочитает мандат на всю оккупированную территорию на сходе Украины, включающую неконтролированную долянку Украины-российского кордона, которая выключит возможность проникнения российских войск, российского оружия, российской амуниции и справедливо будет служить в справе мира. А еще разговор с Трампом был о реформах и о бизнесе, для которого, по словам Петра Порошенко, Украина сейчас максимально открыта. Товарооборот в два с половиной раза вырос. Это отметил и сам американский президент. Это правда, это история, о которой пока мало говорят, но, думаю, вы и сами все чаще и чаще видите. Компании очень серьезно нацелены сейчас на Украину. Они видят огромный потенциал. Вы там позаботьтесь о них, ладно? Не преувеличил ли Трамп и не выдают ли в Киеве желаемые за действительное? В ходе этого визита была возможность спросить у самих представителей крупного американского бизнеса. Мы действительно ценим то, что президент Порошенко встречается с инвесторами США. Мы занимаемся сельским хозяйством и Украина для нас очень важна. Мы готовы работать в направлении роста экономики вашей страны. Мы не первый год работаем с украинскими железными дорогами и надеемся, что в ближайшем будущем наши поезда будут ездить в Украине, а ваши усовершенствованы при помощи наших технологий. Но деньги любят тишину. Бизнесу нужна еще и стабильность в стране. А для нее как раз необходима помощь ООН. Решение о миротворцах. Организация объединенных наций с ее бюрократическими процедурами – тот еще Мадридский двор. При любом другом раскладе можно было попытаться вносить правки в проект резолюции, но не в случае с Россией. Вариант создать компромиссный проект резолюции на основе украинской и российской тоже не пройдет. Поэтому план может быть и таким. Генсек ООН своим решением посылает на Донбасс так называемую оценочную миссию, а на основании ее выводов третья страна и вносит абсолютно новую резолюцию, у которой будут все шансы пройти совбез. Путь к ее утверждению долгий. Прежде чем миротворцы ООН появятся на Донбассе, будут еще споры и о мандате, и о полномочиях. Но, по крайней мере, после встречи Порошенко и Трампа у этого пути появились конкретные очертания. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.